Привет, с вами Сойер. Это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим про алгоритмы, то, какие идеи из алгоритмов, из теории алгоритмов можно применять на практике обычным программистам. Многое из того, что я скажу, будет для вас знакомым. Просто давайте немножко все приведем в порядок. И начнем вот с такого интересного вопроса. Когда есть место алгоритмам в работе программиста? И правильный ответ всегда, потому что на самом деле любая программа это алгоритм. Другой вопрос, что есть две ситуации, которые имеет смысл рассмотреть в контексте того, что мы считаем алгоритмами, а что таковыми не считаем. И первая ситуация, это когда у нас есть задача, которая может быть легко решена полным перебором ввиду небольшого объема данных. Это частая ситуация на практике, которая встречается у разработчиков. И на самом деле это не проблема, никто не думает в этот момент, что это тоже алгоритм, просто какой-то частный простой его случай. Другой момент, когда у нас есть большое количество шагов, которые нужно сделать, и мы ищем способы уменьшить количество шагов и увеличить скорость работы алгоритма. Вот здесь у нас уже появляется понимание того, что мы столкнулись с алгоритмами, и мы хотим как-то использовать теорию алгоритмов, чтобы оптимизировать свои собственные алгоритмы. И вот об этом мы поговорим во второй части. Но тем не менее алгоритмы и в простом, и в сложном случае используются и используются программистами всегда. И вот говоря про простой способ, хочется вспомнить такие вещи, как итерация и рекурсия, как способ перебора элементов. Потому что на самом деле, наверное, алгоритмов без повторного выполнения однотипных шагов, их крайне мало. Это какие-то, может быть, совершенно простые алгоритмы, алгоритмы-рецепты, да, какие-то там, возьмите столько-то такого материала, добавьте столько-то такого, получите результат. На самом деле, большая часть алгоритмов, она связана именно с повторным выполнением однотипных действий, и это как раз боль всех алгоритмов, потому что чем больше данных, тем больше этих действий нужно выполнить. И вот, соответственно, в простом способе мы просто итерируем наши данные и полностью перебираем все возможные варианты. Как правило, такой алгоритм составить может новичок совершенно свободно, просто немножко изучив комбинаторику, немножко изучив программирование и уже начать с этим работать. Но хотелось бы немножко уточнение, немножко поговорить про итерацию, про рекурсию. Вообще, итерация, как правило, ее связывают с циклами и тому подобными конструкциями в языках программирования, не безосновательно, но на самом деле все немножко сложнее. Сама в себе идея итерирования, она идет не только в программировании, но и в принципе в теории алгоритмов, как способ перебора элементов. И в этом смысле у нас есть множество, которые могут быть индексируемыми, то есть каждому элементу может быть сопоставлен какой-то индекс или не индексируемыми, тогда они могут перебираться в произвольном порядке без индекса. Но так или иначе, они будут итерироваться и поэлементно обрабатываться. И вот идея итерации как раз в поэлементной обработке какого-то множества. Значит, другими словами, это повторение простых шагов многократно, вот эта суть алгоритмов, она вот везде используется, и в сложных, и в простых алгоритмах. Смотрите, на самом деле здесь еще тоже есть нюанс, все алгоритмы из простых элементов собирают более сложных. Сатирация примерно то же самое. Если мы посмотрим на простейшие сущие итерирования, возьмем какую-то индексируемую последовательность, назовем ее индекс буковкой i, то увеличивая индекс, мы последовательно переходим по одномерной структуре, выбирая каждый ее элемент. Но если нам нужно усложнить, добавить более сложные структуры, например, двумерные, то мы выполняем то же самое, но уже с двумя индексами. То есть вот эта суть алгоритмов, когда мы усложняем, используя одни и те же шаги, но уже используя две индексных переменных и вкладываем цикл друг в друга. То есть итерируя две одномерные последовательности в сумме, мы получаем уже двумерную матричную или табличное представление. И здесь уже итерация, соответственно, выполняется сначала, допустим, по строке, потом мы переходим на следующую строку и опять снова по строке. И вот эта идея итерирования и вложения итераций, она применима во многих алгоритмах и используется во многих алгоритмах. И, в общем-то, применение вот этих простых итеративных действий и есть сложность в их комбинации. То есть мы получаем сложность в их комбинировании и в усложнении. Поэтому основная идея любого алгоритма, даже простого, это правильно все проитерировать, правильно вложить циклы и пробежаться по всем элементам, скомбинировать их, получить все результаты. Вот это первая вещь, которая в принципе изучаться должна всеми новичками, как икерировать структуры данных и как комбинировать эти данные для получения различных конфигураций решений. С рекурсией все немножко выглядит по-другому. На самом деле рекурсия это тоже способ пробежаться по всем элементам и она также имеет возможность работать с многомерными пространствами, с одномерными структурами и так далее. Но идея немножко в другом. В рекурсиях, как правило, есть функция, которая вызывает многократно сама себя. И вот здесь на картинке показана та же самая схема, что и на предыдущем слайде для итерирования по двумерной структуре с одинаковым количеством элементов в каждом слое. То есть мы пробегаемся сначала по первой строке, потом возвращаемся, увеличиваем второй индекс на до двойки, пробегаемся по второй, потом возвращаемся и снова по третьей. То есть рекурсия, она работает через вызов функции самой, саму себя. Она, соответственно, углубляется по стеку, потом по стеку возвращается. И на переборе вот таких структур, которые могут быть представлены, например, двумерными, трехмерными, одномерными массивами с фиксированной шириной, высотой, конечно, рекурсия не настолько эффективна, как итерация. Итерация эффективнее. Но если у нас возникают структуры с пропусками, ну, например, те же самые деревья, да, как-то вот так мы их представим, например, вот такое дерево, то здесь итерирование с помощью индексных переменных уже усложнено, и через обычные циклы сделать это сложнее. В то время как по рекурсии это будет гораздо проще, да, то есть мы будем переходить в листья сначала в одну ветку, потом в другую, и рекурсия в силу своей простоты в этом смысле, она будет более эффективна. Поэтому, когда мы, речь идет о переборе каких-то фиксированных и равных по набору элементов плоскости, да, то там, конечно, итерация будет эффективнее. А когда речь идет о древовидных структурах и о алгоритмах, которые могут быть сведены к таким структурам, то рекурсия, наоборот, становится более эффективной. И, как правило, рекурсивные алгоритмы действительно, они эффективнее, выразительнее, но у них есть недостаток, они быстро-быстро используют стэк, и поэтому их не очень любят программисты, хотя есть оптимизации, там, хвостовую рекурсию можно оптимизировать тоже к обычным циклам, к итерациям. И это уже отдельный разговор о том, как оптимизировать алгоритмы, чтобы выполнять их, выразительность их была в виде рекурсии сделана, а выполнение сделано в виде циклов. Но это уже отдельный разговор. Таким образом, у нас два механизма, которые позволяют нам перебрать все элементы. Рекурсия удобна в одних случаях, итерация в других. И, собственно говоря, здесь хочется вспомнить замечательную фразу «Итерация свойственна человеку, рекурсия божественна». То есть, понять порой рекурсию и всю ее красоту действительно очень сложно, да, потому что для человека, в общем-то, итерирование, оно гораздо проще выглядит, чем рекурсия. Но, тем не менее, люди, которые полюбили и поняли рекурсивные подходы, навсегда становятся другими людьми, да. То есть, это действительно очень такая магия рекурсии. Окей, давайте дальше еще поговорим про полный перебор. Собственно, как правило, полный перебор, ну, в моей практике, проще сделать через вложенные циклы. Поэтому я здесь показал снова вот эту вот матричную структуру, когда мы делаем несколько циклов. Каждый цикл перебирает все значения из определенного диапазона, и мы комбинируем, да. То есть, мы, например, сделали цикл от 1 до n, и для каждого из этих циклов сделали снова цикл от 1 до n. И тогда, скомбинировав эти два значения, мы получим все варианты из возможных сочетаний от 1 до n по двум элементам. То есть, это будет двумерная, да, сущность. Сделав еще вложенный цикл, мы можем сделать уже комбинацию из трех элементов. То есть, комбинирование, на самом деле, и полный перебор очень часто реализуются просто вложением циклов. И все возможные комбинации получаются путем вложения циклов по количеству элементов в комбинации, да. То есть, если у нас есть набор данных, из этого набора нужно все посчитать комбинации, то это будет вот столько вложенных циклов. Вот. И полный перебор, он, конечно, первый способ, которым должны научиться решать задачи все новички. Потому что, как правило, ну, если даже возьмете какие-нибудь простые задачи на Code Wars, там полным перебором решать все гораздо проще. Там не надо думать, вы делаете просто циклы, комбинируете и находите наилучшее решение. И, конечно, решая, решая, усложняя задачи, в определенный момент понимаете, что все. Дальше у вас вычислительная сложность становится такой большой при полном переборе, что вам нужно искать и находить пути оптимизации. То есть, полный перебор – это первое, что учатся делать все. Это очень просто, это очень выразительно и понятно, но очень медленно. И под сложным способом решения я понимаю способы с оптимизацией. Что это могут быть за оптимизация? Ну, это перебор с возвратом. Это важный такой подход, который позволяет сильно уменьшить лишние шаги. Жабный подход, о нем поговорим тоже. Подход разделяя и власту, и мимоизация. Что это такое? Давайте его как раз и рассмотрим чуть более подробно. Значит, перебор с возвратом, на мой взгляд, через рекурсивные алгоритмы, через рекурсивный подход, его гораздо проще и нагляднее реализовать. И вот здесь на схеме я как раз его и показываю. То есть, есть у нас некий алгоритм, который работает по рекурсивному принципу. И пока у нас есть некая оценка того, что результат удовлетворяет нашим требованиям, мы продолжаем расчет наших действий. Вот это наиболее популярная, наверное, задача про ферзей. Помните, что у нас есть доска, и на ней надо расставить 8 ферзей. И вот перебор с возвратом подразумевает, что мы расставляем ферзи до тех пор, пока у нас не возникает коллизии. То есть, мы ставим какое-то произвольное положение первого ферзя, потом ставим второго ферзя. Если коллизии нет, идем дальше. Ставим третьего ферзя, и хлоп, у нас возникла коллизия. И вот как раз коллизия, это вот этот вот шаг с крестиком. Он говорит о том, что в случае с коллизией, дальнейшие варианты рассматривать не имеет смысла, а нужно откатиться на последний работающий вариант и продолжить расставлять по другим местам ферзей. Опять идем мы далее, опять встречаем коллизию, опять откатываемся. И когда у нас, соответственно, алгоритм заканчивает работу, то есть, находится какое-то решение, то мы по стеку вызовов возвращаемся назад и предъявляем это решение в качестве конечного. И как раз идея с возвратами позволяет очень сильно оптимизировать решение за счет того, что мы не проходим ветки, которые заведомо ложные, заведомо нам не дают нужного результата. Мы не пытаемся рассмотреть варианты, которые содержат уже частично отбракованные решения. То есть, мы этот, все последующие комбинации, которые возникают в данном случае, если возьмем с ферзями, с расстановкой, где ферзь уже бьется другим ферзем, мы их отметаем. Все, у нас возникла одна коллизия, дальнейшее рассмотрение этого варианта не имеет смысла. И перебор с возвратом это первое, что делается, например, на массивах или на элементах, или на алгоритмах с полным перебором. То есть, первое, что мы можем сделать, это отсечь ненужные варианты. Это делается добавлением условий, разрывом циклов, либо выходом из рекурсии и так далее. Но первое, что делается с позицией оптимизации, это вот делается перебор с возвратом с возможностью не рассматривать ложные ветки. Это первое, что мы соптимизировать можем. Второе, это вариант, который, в принципе, предполагает сразу решение задачи, не пытаясь искать оптимальное решение, а пытаясь найти хотя бы какое-то решение, более-менее похожее на оптимальное. Это уже к вопросу евристик. Здесь мы их рассматривать не будем, но тем не менее. И вот здесь, в жадном подходе, нужно для себя на вооружение взять такую идею решения задачи. Практически очень многие алгоритмы ее в том или ином виде так и реализуют. Есть у нас некий набор вариантов. А алгоритмы, как правило, всегда перед собой ставят задачи, чтобы на основе каких-то входных данных получить набор выходных данных. И очень часто это может быть под множеством из множества начальных данных. И вот здесь мы как раз рассматриваем, ну, например, популярная задача жадных алгоритмов, это выдать сдачу в каком-нибудь игровом автомате, когда вам нужно из имеющихся монет подобрать такой набор монет, который будет соответствовать сдаче. Либо еще какие-то варианты, и в том числе часто ее рассматривают и в контексте задачи о рюкзаке, как взять, какие вещи взять и положить в рюкзак наиболее оптимально. Но в контексте задачи с рюкзаком говорят о том, что как раз оптимального решения мы, скорее всего, не получим или получим далеко не всегда. Поэтому здесь нужно понимать, что жадный подход – это подход, который позволяет не лучший вариант найти, а вариант, который, ну, более-менее подходит. И идея заключается в том, в большинстве случаев, что у нас есть некий набор данных, мы первым шагом упорядочиваем этот набор. И так как он упорядочен, а упорядочен он по некой функции стоимости, да, то есть мы находим для каждого элемента его пользу, да, и вот в зависимости от этого, от этой пользы сортируем массив либо в порядке возрастания этой пользы, либо в порядке убывания в зависимости от задачи. И тогда жадный алгоритм говорит, что если наши данные, наши варианты, наши комбинации отсортированы в порядке их полезности, то, скорее всего, в локальном решении, да, выбирая на каждом шаге те элементы, которые стоят в начале этого отсортированного, отсортированной структуре, мы будем выбирать более-менее оптимальное решение в целом, да. Если мы дошли, например, вот как в случае с рюкзаком, что мы какие-то дальше элементы не можем положить, мы все равно идем до конца и находим, что, например, еще какой-то последний элемент мы можем доложить. То есть мы пробегаем по всем вариантам, в самом начале будут самые-самые оптимальные, мы сначала их будем брать все, потом мы дойдем до первого варианта, который не подходит, и тогда мы должны пропустить все варианты, которые не подходят, либо до конца списка, либо до первого элемента, который начинает снова подходить под наши условия. И в общем-то идея жадного подхода не возвращаться на предыдущие решения, то есть если мы взяли первый элемент, мы уже не возвращаемся, его не убираем. Если мы взяли второй элемент, не возвращаемся, не убираем. То есть мы берем все элементы, которые выглядят в данный момент времени наиболее привлекательно для нас и никогда их уже не выкидываем. И результатом, соответственно, будет тот набор, который получился вот после этого единственного прохода. Жадные алгоритмы очень часто помогают получить приемлемое решение при небольшой нагрузке на вычислительные ресурсы. Это клевый подход, его стоит взять на вооружение. Как я уже сказал, как правило, это сортировка, а потом выбор какое-то количество первых элементов и уже хвост рассматривать или не рассматривать, это уже решение в зависимости от ситуации. Жадный подход имеет и другие варианты реализации, есть там решение за датчиком и вайажера, но тем не менее, вот основная идея взять и никогда не отменять это решение по локальному принципу, да, вот в данной ситуации лучше взять и уже потом не отказываться от этого, оно так или иначе присутствует во всех жадных подходах. Еще один принцип, это разделяй властвуй. Значит, здесь есть много тоже алгоритмов, в общем-то, в классических алгоритмах идея заключается в том, что если у нас есть некое множество, то мы можем, ну, как правило, это разбиение на два делается, да, то есть мы можем взять и разбить его на два подмножества и выполнить с каждым из них снова разбиение на два подмножества до тех пор, пока рекурсивно мы это бьем до тех пор, пока у нас не остается такое подмножество, в котором только один элемент или только два элемента, Тогда мы выполняем действия над вот этим множеством, над этим множеством, над этим и возвращаем результат наверх. И потом, как бы возвращая результат наверх, мы выполняем уже окончательные действия. То есть идея в том, что мы можем разделять на кусочки, потом в этих кусочках выполнять какие-то действия и назад собирать. Это позволяет во многих случаях делать оптимизацию. Это вот такой классический подход. Но вообще в современных архитектурах и в современных решениях еще используется подход разделения на группы для того, чтобы применить различные методы а-ля MapReduce. То есть когда у нас есть многопоточное выполнение, когда мы можем разделить задачу на куски и выполнять, например, эти куски на разных процессорах, на разных нодах, потом получить какой-то результат и его просуммировать. То есть вот такой подход разделяя и властвую, он тоже очень часто применяется. И когда у нас есть, например, задача полного перебора и мы хотим ее оптимизировать, то мы не можем, можем и не отказываться от полного перебора. Мы можем разделить этот перебор на группы и выполнить его параллельно. Тогда по времени вычислительная сложность останется той же, но по времени мы сильно сократим объем вычислений за счет того, что уменьшится каждая группа. И это, в общем-то, один из тоже распространенных способов бороться со сложностью. То есть люди не пытаются придумать оптимизацию по вычислениям, а просто оптимизируя за счет параллельных вычислений. Это тоже как бы на сегодняшний день один из удобных способов. Единственное, что многопоточная работа, она всегда в разы сложнее однопоточной и любые ошибки в ней ищутся гораздо сложнее. Но тем не менее, метод разделяя и властвуй может использоваться как для оптимизации и продумывания решения задачи в один поток. Бьем на части, пока не будет понятно, что делать с наименьшей частью и потом все собираем вместе. Либо в многопотоке, когда мы просто за счет этого решаем задачу параллельно. Тоже эффективная стратегия, которая пришла из мира алгоритмов. Ну и последнее это мимоизация. На самом деле это очень тоже очевидно. Когда у нас есть задача, мы частично ее рассчитали. Если в ней даже есть какие-то промежуточные шаги, то следующий шаг, вычисление, уже строится не без расчета. То есть мы запоминаем значения, которые были вот здесь получены, результат. И при повторном обращении к этой задаче, но с новыми данными, мы уже не пересчитываем старые данные, а просто делаем надбавку над ними, дополнительные вычисления с учетом уже рассчитанных. Очень часто здесь приводят, например, расчет чисел Фибоначчи, когда мы рассчитали, например, число Фибоначчи для 7, а для 8 мы берем Фибоначчи от 7, плюс еще следующее число. Вот. Соответственно, мимоизация это такая матрешка, которая в себе содержит уже предрассчитанные значения. И, соответственно, те значения, которые уже рассчитаны, они очень сильно позволяют экономить путем того, что мы повторно их не рассчитываем. И, соответственно, это стратегия а-ля кэширования, там, построение хэш-таблиц и так далее, которая позволяет нам очень быстро получать результаты, если у нас вычисления длительны по времени. То есть если у нас есть, например, сервер, который постоянно что-то считает, запоминает, тогда чем дольше он в работе, тем быстрее он, соответственно, может выдавать результат, потому что очень много работы, которую он уже сделал, он сохранил и повторно использует уже в виде результата. Поэтому мимоизация это идея динамического программирования. Она очень-очень часто используется в вебе, и вы даже сами наверняка всякие кэширующие механизмы использовали. Она очень сильно ускоряет и упрощает, оптимизирует решение задачи за счет того, что мы сокращаем именно повторные действия, которые уже ранее были выполнены. Вот, пожалуй, эти вещи я хотел вынести из алгоритмов. И хочу обратить внимание, что изучая алгоритмы, вы понимаете, как вот эти стратегии, разделяя власть, мимоизацию и другие, применять в контексте вычислительных задач, и понимаете, как это делать правильно. То есть вот одна из прелестей алгоритмов заключается в том, что изучая алгоритмы, вы в том числе начинаете понимать, как правильно работать с этими стратегиями, и как, более того, понимать, что ваш алгоритм работает правильно, как рассчитывать количество и сложность шагов, которые вы выполняете. И вот это все вместе дает такой, на мой взгляд, правильный подход к программированию. Вы уже в своих алгоритмах можете использовать обозначенные стратегии, делать это эффективно. Ну, с вами был Сойер. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что слушали. До свидания.